Черноплодная рябина – выращивание и уход. Черноплодная рябина или арония является засухоустойчивым, неприхотливым и морозоустойчивым растением. Благодаря таким качествам выращивать черноплодную рябину можно как в сухой почве, так и в местах с высоким залеганием грунтовых вод. При грамотном уходе вегетационный период культуры начинается довольно рано, а благодаря декоративности рябину часто используют при оформлении живой изгороди или любой ландшафтной композиции. Из-за лечебных свойств плоды рябина пользуется популярностью у всех, кто прибегает к лечению народными средствами. Растение отличается высоким содержанием антиоксидантов, что приносит ощутимую пользу, а ее особая генетика способствует тому, что у рябины стабильная и высокая урожайность даже при минимальном уходе. Черноплодная рябина – информация и описание агротехники культуры. Черноплодная рябина была получена в результате эксперимента, в процессе которого ученые скрестили рябину обыкновенную и аронию черноплодную. Арония растет на песчаных равнинах, в болотистых местностях, а также на горных склонах Соединенных Штатов. Древовидный кустарник низкорослый и неприглядный отличается от той черноплодной рябины, которая выращивается в наше время. В России кустокультурил известный русский селекционер В. Мичурин. Поскольку сорт устойчив к различным заболеваниям и зимостойк, он занял одну из лидирующих позиций на обширной территории, включая Северо-Запад России, Сибирь и Урал. Данное растение выращивается практически в любых климатических условиях. Обратите внимание, чтобы собрать хороший урожай, земельные участки должны быть хорошо освещены. Тень снижает урожайность и не лучшим образом сказывается на товарном виде плодов. Черноплодная рябина будет отлично себя чувствовать в низинах, где грунтовые воды залегают на уровне 2 метра. Это связано с тем, что корневая система культуры при посадке погружается неглубоко, до 1 метра. Если влаги около корней будет недостаточно, это приведет к снижению продуктивности и зимостойкости. Для выращивания черноплодной рябины подходят разные типы почвы, а именно, серолесные, черноземы, дерново-подзолистые, осушенные торфальники. Дерево черноплодной рябины не рекомендуется выращивать рябину на заболоченных, засоленных и каменистых участках земли. Растение высаживается садоводами как комбинированная живая изгородь, а также в качестве украшений просторных участков. Кустарник укрепляет овраги или периметр при усадебных участках, которые расположены возле водоемов или обрывов. Как размножить черноплодную рябину? Размножаться данный сорт рябины может как вегетативным, так и семенным методом. Любой обеспечивает сохранение сортовых характеристик и признаков материнской культуры. Опытные садоводы рекомендуют размножать рябину, используя семенной способ или же зелеными черенками. Размножение черенками Чтобы размножить черноплодную аронию посредством зеленых отводков, нужно предварительно ознакомиться с правилами Деления черенков и созданием условий для скорого укоренения. Внимание! Размножение рябины черенками предполагает наличие холодного парника и подготовку специального грунта, для которого понадобится древесная зола и огородная земля. Длина нарезанных с молодого дерева черенков должна составлять не более 15 сантиметров. С нижней части необходимо удалить всю листву. На поверхности коры сделать два надреза снизу, а также один надрез верхней части под почками. Перед посадкой черноплодной рябины ее нужно обработать стимулятором для того, чтобы образовались корни, опустить нижнюю часть черенков в раствор средства и подержать не менее 8 часов. После этого растения можно высаживать в парники, выдерживая расстояние 4 сантиметра между саженцами. Заключительным этапом будет обильный полив почвы и накрывание парника пленкой, который нужно будет открыть через 3 месяца. Семена рябины Для семенного размножения черноплодной рябины необходимо получить семена растения. Плоды рябины нужно протереть через сито и промыть в воде, отделив мезгу. Для обеспечения высоких показателей в схожести семена рябины нуждаются в стратификации. Размножение растения таким методом проходит в несколько этапов. Песок нужно проколить и смешать с семенами, после чего поставить на нижнюю полку холодильника на 90 дней. Песок обязательно увлажняйте на протяжении всего этого времени. Во второй половине апреля можно сажать семена в открытый грунт. Нужно выбрать подходящий участок и сделать на нем лунки глубиной в 8 см, затем высеять посадочный материал и засыпать землей. Плантацию мульчировать, используя перегной. Сеянцы немного подрастут и на следующую осень их можно будет пересадить и привить, а до этого обеспечить уход, включающий систематический полив, рыхление и подкормку, в качестве которой обычно используется навозная жижа. Внимание! Когда у саженцев появятся первые листочки, их нужно проредить и оставить только те, которые кажутся крепкими. Дистанция между листиками должна составлять 3 см. После того, как появятся следующие 5 листов, их необходимо повторно проредить, выдерживая расстояние в 6 см между саженцами. С наступлением следующей весны всходы нужно проредить с дистанцией в 15 см, в противном случае они не будут свести. Как правильно выбрать саженцы черноплодной рябины? На сегодняшний день селекционеры вывели различные сорта и гибриды черноплодной ронии, популярными являются викинг, рубина, хаки и окутная черналка. По внешним признакам они очень похожи, а отличаются лишь сроками плодоношения и вкусовыми качествами. В качестве основного критерия выбора посадочного материала выступают в климатические условиях предполагаемого региона выращивания. Саженцы черноплодной рябины Обратите внимание, для приобретения саженцев нужно рассматривать исключительно местные питомники, а как материнское растение использовать только то, которое растет на соседнем участке. Для результативного выращивания черноплодной рябины нужно покупать саженцы, возраст которых составляет 1-2 года, при этом не стоит пренебрегать следующими показателями. Качество высота саженцев должна быть не более полутора метров, здоровье кора, отсутствие на ней любых признаков повреждения, норма длины корневой системы не менее 25 сантиметров, включая обрастающие корешки. На заметку, период продуктивности черноплодной рябины в средней полосе длится на протяжении 30 лет, характеризуется высокими и стабильными показателями урожайности. Для того, чтобы обеспечить вкусными и полезными плодами своих домочадцев, можно посадить два кусти корябины, которые начнут плодоносить по истечении трех лет. Как правильно высаживать саженцы? Подготовку субстрата и посадочной ямы нужно производить заранее, оптимально, за два месяца. За этот период почво смесь впитает в себя питательные элементы, необходимые для последующего развития культуры. Размеры посадочной ямы составляют 60 звездочка 60 звездочка 50. Посадка рябины верхний слой земли из ямы нужно смешать 120 грамм суперфосфата, 60 грамм сернокислого калия двумя ведрами компоста или перегноя. Дно лунки присыпать дренажным слоем, битым кирпичом или щебнем. Перед тем, как высаживать деревца, их нужно осмотреть. Если были обнаружены поврежденные корни, их нужно срезать. Если корни сухие, деревца нужно поместить на 10 часов в емкость с водой. Важно! Чтобы обеспечить рябине хорошую приживаемость и рост, ее нужно высаживать на большую глубину, чем та, в которой она росла в питомнике. Прикорневые побеги, растущие на корневой шейке, должны быть хорошо заглублены. Если почва легкая, саженца нужно заглублять на 7 см, а если тяжелая, на 3-4 см. После того, как почва усядется, корневая шейка должна находиться на уровне 3 см ниже поверхности земли. Исходя из рекомендованных критериев, на дни лунки нужно образовать холмик, используя для этого подготовленный субстрат. Затем равномерно распределить корни саженцев, избегая неестественных изгибов корешков, иначе они могут желтеть и гибнуть. Полив рябины приствольный круг, обязательно уплотнить, а саженцы обильно полить водой. Для эмульчирования можно использовать древесную щепу, скошенную траву, опилки или торф. Завершающим этапом будет обрезка надземной части саженцев после посадки, в процессе которой нужно оставить не более 25 см длины веток. Последующий уход за культурой. Требования по уходу и выращиванию черноплодной рябины минимальны. Саженцы, посаженные осенью, нужно тщательно подготовить к зимовке. Для этого их укрывает лапником, а если зима малоснежная, можно окучить снегом. Подготовка к зиме черноплодная рябина стремительно образует побеги, поэтому ее крона сильно густеет. При корневые побеги молодых кустарников нужно удалять и открывать только те, у которых правильное направление роста и здоровый внешний вид. В процессе профилактической обрезки рекомендуется удалять гнилые оголенные старые ветви. Обратите внимание, у кустарника есть особенность закладывания плодовых почек на однолетних побегах, поэтому в укорачивании они не нуждаются. Рябина является влаголюбивой культурой, поэтому поливать ее нужно на протяжении всего вегетационного периода, а также в процессе образования плодов. Если установилась жаркая погода, растение будет нуждаться в поливе каждые 7 дней. Два раза на протяжении всего сезона грунта обязательно рыхлить около приствольного круга, удалять сорняки. Где используются растения, полезные плоды черноплодной рябины можно употреблять как в свежем виде, так и делать из них сок, который способен остановить кровотечение. Бороться с гипертонической болезнью и аноцидным гастритом. Также из ягод можно приготовить вино, отличающееся своими полезными качествами, и варенье, которым можно будет полакомиться зимой. Если совместить сока свежие плоды черноплодной рябины с шиповником, черной смородиной и медом, можно эффективно бороться с ожогами на теле и понижать давление. Сока с черноплодной рябины стоит заметить, что противопоказаниями к употреблению плодов черноплодной рябины являются такие заболевания, как варикозное расширение вен, гастрит с повышенным уровнем кислотности и желудочная язва. Благодаря своим декоративным свойствам кустарник может выступить украшением сада или живое изгородье на преусадебном участке. На протяжении своего цветения растение непременно будет приковывать к себе взгляды белыми соцветиями, а с наступлением осени окрас листвы станет пурпурным.